Hello, boys and girls. I'm very glad to be with you. How are you? I'm fine, too. So let's begin our lesson. Давайте начнём наш урок. Сегодня мы продолжаем разговаривать об игрушках. About toys. So, first of all, let's repeat. Давайте повторим. Repeat the words. Повторим слова. So, please, repeat after me. Clown. Circus. Magician. Teddy bear. Toy soldier. Ballerina. Chef. Эти слова вам нужно выучить. И они нам пригодятся, когда мы с вами будем учиться третьим, четвёртым и так далее. So, now I will show you the picture and you will name it. А сейчас я вам буду показывать картиночки, а вы будете мне их называть. Тедди bear. Very good. Clown. Ballerina. Magician. Еще одна тема, которую мы изучали на прошлом уроке, это предлоги, которые помогали нам отвечать на вопрос Where is a toy? Где же игрушка? Давайте вспомним, что это за предлоги In, on, under So, let's answer my questions, ответим на мои вопросы Where is the teddy bear? Where is the teddy bear? It's in the toy box Where is this rabbit? Этот кролик It's on the table Where is this rabbit? It's under the table Very good And now Let's do the exercise Давайте сделаем упражнение Look at the picture Посмотрите на картинку And choose the right variant И выберите правильный вариант Пожалуйста Посмотрите на первое упражнение Look at the first sentence And do it Let's check Давайте проверим The teddy bear is in the toy box В коробочке In the toy box Very good Number two The teddy bear is on the table На столе Very good Number three The teddy bear is under the shelf Под полкой Under the shelf Very good Now Let's remember the dialogue Давайте вспомним диалог Который мы с вами читали на прошлом уроке Мы будем работать так, как мы с вами привыкли Я буду называть вам предложение на русском языке Вы будете находить его в диалоге на английском Вы можете искать его в учебнике на станичке 81 Open your books at page 81 Exercise number three Давайте найдем такое предложение Он под столом Вот оно Is it under the table? Давайте найдем следующее предложение Ой, посмотри, мой игрушечный солдатик Oh, look, my toy soldier Вы можете нажимать паузу, когда ищите предложение Чтобы ответ не появлялся раньше, чем вы нашли Няня, где мой мишка? Так, внимательно Няня, где его мишка? Его мы говорим врачах Найдите это предложение Няня, where is his teddy bear? Он на полочке? Он в коробке с игрушками Он в коробке с игрушками Ну, достаточно Некоторые основные предложения мы вспомнили Ну, а сейчас давайте еще раз послушаем и повторим диалог за мной Давайте еще раз вспомним, что Oh, dear Это значит О, боже О, боже Чакл What's the matter? Что случилось? He can't find his teddy bear Не может найти своего мишку Мэнни, where is his teddy bear? Где же его мишка? I don't know Я не знаю Давайте посмотрим второй диалог Ребята начинают искать мишку Is it under the table? Не забывайте повторять No, it isn't Oh, where is it? Is it on the shelf? No, it isn't Посмотрите, ребята спрашивают Он под столом? Нет Где же он? Он на полочке? Нет Ну и последний диалог What about the toy box? Is it in the toy box? Oh, look My toy soldier And look My ballerina But what about Чакл Teddy bear? Няня спрашивает А как насчет Коробки с игрушками? Он в коробке? Ларик говорит Посмотрите Мой солдатик Лула говорит Посмотрите Моя балерина Они нашли свои игрушки Аняня спрашивает Ну а что же насчет Мишки Чакл Так и не нашли Здесь нам интересны две конструкции Посмотрите Is it under the table? Мы спрашиваем Он под столом Как мы можем отвечать? No, it isn't А еще мы можем отвечать Yes, it is Сейчас мы с вами Это вспомним Посмотрите Еще раз возвращаемся Какой вопрос мы задаем? Where is the toy? Например Where is the teddy bear? Уже не какая-то любая игрушка А конкретно мишка Where is the teddy bear? Как мы отвечаем? It is on the table Он на столе Вспоминайте Для того, чтобы задать вопрос Мы находим глагол У нас это глагол Is Мы с вами глаголы изучали Am, is, are Мы находим глагол И этот глагол Выносим на первое место И тогда получается вопрос Is it on the table? Он на столе Он на столе И отвечать мы можем Двумя способами Yes, it is Да Или No, it isn't Посмотрите, если мы говорим Yes Мы глагол просто повторяем It is Если мы говорим No, то мы повторяем Глагол с отрицанием No, it isn't So let's repeat after me Is it on the table? Yes, it is No, it isn't So let's do the exercise Давайте сделаем упражнение Open your workbook Рабочая тетрадочка Open your workbook At page 45 На страничке 45 Exercise number 3 Посмотрите Здесь вам задают вопросы И вы на них должны Тетрадочке ответить Вы сейчас нагните Паузу упражнения Это сделайте Какие вопросы? Про предмет спрашивают It is on the bed Он на кровати Is it on the chair? Он на стуле Обращайте внимание на предлоги Он на Is it under the box? Он под коробочкой Is it under the shelf? Он под полочкой И для того, чтобы вам было легче Вам даны варианты ответа Yes, it is Да, это так No, it isn't Нет, это не так Выполните это упражнение So let's check Давайте проверим Первый пример у вас выполнен Давайте мы его прочитаем Is it on the bed? Yes, it is Is it on the chair? No, it isn't It is under the chair Под стулом Is it under the box? No, it isn't It is in the box Он в коробочке А не под Is it under the shelf? Yes, it is Good Let's continue Давайте выполним сейчас Следующее упражнение Exercise number 4 Page 45 Конечка 45 Вам нужно прочитать предложение И раскрасить картинку в соответствующие цвета Давайте почитаем первое предложение The green teddy bear is on the bed Речь идет о мишке Teddy bear Давайте посмотрим Какое это мишка? Какое слово перед teddy bear? Green Зеленый Где он находится? On the bed На кровати Значит, на кровати сидит зеленый мишка Его надо раскрасить зеленый И еще два предложения про двух других мишек The red teddy bear is in the box The blue teddy bear is under the chair Нажмите паузу Раскрасьте картинки И потом мы с вами продолжим работать Работать Все Continue working Сейчас мы с вами послушаем петенку После того, как вы сделали все упражнения Сейчас я эту песенку найду И мы с вами продолжим работать Когда мы будем слушать песенку Мы сначала ее разберем внимательно Ну а потом уже будем петь Ваша задача подпевать Запоминать И при желании вы можете ее выучить So, look at the screen Посмотрите на экран Вы можете также работать в учебнике So, you can open your book to page 83 Тонечка 83 Тонечка 83 Exercise number 3 Давайте посмотрим Здесь все слова нам знакомые Toys, игрушки For Вот слово незнакомое Я его подчеркну For Для For me Для меня For you Для тебя For everyone Для каждого Дальше слова знакомые Pink ballerina Blue toy soldier We are all having fun Нам всем очень весело We are all having fun Дальше практически повторяется Toys for me Toys for me Toys for you Toys for everyone A brown teddy bear A yellow doll Посмотрите еще одно слово Doll Кукла Doll Кукла We are all having fun So, let's listen Listen And repeat Посмотрите Toys band Игрушечный оркестр Toys for me Toys for you Toys for everyone A pink ballerina A blue toy soldier We are all having fun Toys for me Toys for you Toys for everyone A brown teddy bear A yellow doll We are all having fun Toys for everyone Toys for everyone Toys for everyone A pink ballerina A blue toy soldier We are all having fun Toys for everyone Toys for you Toys for everyone Toys for everyone A brown teddy bear A yellow doll We are all having fun Toys for everyone Very good So, let's continue Now Your homework Ваша домашняя работа В сборничке На страничке 77 Упражнение номер 7 Exercise number 7 Смотрите Здесь есть предложение Вопросы И подсказочки Крестик – это значит неправильно Галочка – это значит правильно Is the teddy bear under the bed? Мишка находится под кроватью В скобочках стоит крестик Поэтому мы говорим No, it isn't If the teddy bear on the bed Мишка на кровати Стоит галочка Поэтому мы говорим Yes, it is И точно так же Вы выполняете Следующее упражнение Кроме того У вас будет Задание по ссылочке Которое я буду оценивать Будьте внимательны В его выполнении And our lesson is over And so goodbye See you later Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч